До конца года в многофункциональном центре Каннска введут услугу по замене водительского удостоверения. В ноябре будут проведены необходимые работы по технической подготовке и обучению специалистов. Новшество должно существенно сократить очереди как в ГИБДД, так и в МФЦ и сэкономить время горожан. Мне предстоит эта замена, поэтому я воспользуюсь обязательно этой услугой. При этом нужно отметить, что заменить права можно и по старинке, обратившись в отдел ГИБДД. Самые продвинутые жители Каннска пользуются государственной программой «Госуслуги» и подают заявления через интернет. В настоящее время наш отдел предоставляет две государственных услуги. Это выдача и замена водительских удостоверений и регистрация транспортных средств. Для осуществления данных функций необходимо и имеется возможность регистрации на портале «Госуслуг» и обращение за данными услугами в электронном виде. Как самостоятельно гражданам, так и при обращении непосредственно к нам в подразделение РЭУ. Наиболее популярные услуги на портале – это получение справки о несудимости, которые можно заказать как в письменном виде, так и в электронном, и выдача и замена паспорта. Например, в случае подачи заявления по замене паспорта через портал можно получить документ всего за три дня по месту жительства и через 10 дней по месту фактического проживания. При этом действует скидка на оплату государственной пошлины. Преимущество подачи заявления через госпортал – это экономия времени, возможность подачи заявки из любой точки, а также скидка на оформление государственной пошлины – 30%. А в полиции нам рассказали об аппарате «Папилон». Добровольную дактилоскопическую регистрацию каждый желающий может пройти бесплатно. Процедура производится бескрасковым методом с помощью инфракрасного сканера. Предварительные записи не требуют. Гражданин пишет заявление, и в течение 15 минут оказывается услуга. Делается для абсолютно всех граждан, для всех желающих. То есть если человек, бывает так, что люди преклонного возраста, где-то потерялся, где-то что-то, ну мало ли, всякое в жизни бывает, то есть можно будет провести идентификацию человека. Также человек может удалить свою дактилоскопическую регистрацию. Для этого необходимо прийти и написать заявление. В завершении встречи с журналистами полицейские отметили, что в их планах провести мастер-класс для жителей города по регистрации на портале государственных и муниципальных услуг.